Ваше Преосвященство, Всечестные Отцы, Братья, Сестры, сегодня я, Иерей Евгений Подвысоцкий, расскажу вам о Святом Праведном Иоанне Кронштадтском, как пастыре, на что он делал акцент в своих проповедях и трудах. Приведу примеры из его трудов. Эпиграфом к своему выступлению я взял цитату. «Все, Отец, Аминь, я ничто, все Бог во мне, и во всех Бог, и для всех Бог», пишет Отец Иоанн. Эта мысль повторяется в разных контекстах. «Я ничто, все благое во мне Господь, так и во всех ангелах и святых, всяческое по всех Христос». Отец Иоанн был очень внимательным и замечал, что у всякого человека свой характер, своя манера в речи, в походке и прочем. «В этом отношении всяк себе сам Господин» и рекомендовал не презирать характера другого за то, что не такой, как у тебя. Святой Иоанн Кронштадтский часто напоминал, что любовь долготерпит, то есть не вдруг карает согрешающего, но терпеливо сносит его падение, вразумляя и наказуя его. «Между тем, как свойство злобы вдруг поражать противника или делать его несчастным, вергая его в крайность, удивительно, как мы злые и нетерпеливые. Согрешил брат, и мы не жалеем о том, что он грешит, не плачем из братской любви, о его вольном безумии, о его увлечении, о злобимся на него, презираем его, съесть его хотим за его прегрешение, между тем, как сами, может быть, или были виноваты в том же и нам, снисходительно прощали наши вины, и только благодаря снисходительности начальства мы, наконец, кое-как оправились от своих падений или пристрастий и пороков, и сделались к чему-нибудь годными людьми. Или даже теперь мы бываем виноваты в том же, только не так грубо, как согрешающий брат, и значит, тоже подлежим и мы ответственности. Наказывая других за грехи и преступления, надо помнить и свои слабости, свои пороки и страсти, бывшие или существующие. И любя, жалея и долготерпя наказывать подчиненных, а не с озлоблением, безжалостно и нетерпеливо, поспешно, скротостью наказуя противное, еда, как вот даст им Бог покаяние в разум истины, и возникнуты дьявольские сети, живи уловление от него в свою его волю. Не напрасно первым признаком любви нашей к ближнему апостол поставил долготерпение и милосердие. Любовь долготерпит, милосердствует, ибо всякий человек немощен, слаб, опрометчив, удобопреклонен ко всякому греху, но и при всем том легко может одуматься, восстать, раскаяться при благоприятных условиях. И потому надо быть терпеливым к его немощам и погрешностям. Святой праведный Иоанн отмечал, что «моё самолюбие и моё самоволие – смерть для меня, любовь к Богу и ближнему, Его образу и последование Его воли Божьей – жизнь для меня, согревать сердца всех любовью и ласкою, презирая всё земное, как ссор, как гной, как прах, презирать плотский греховный закон, воюющий воудих их и пленяющий законом греховным, сущим воудих, презирать самозаконие сердца многострастного, самолюбивого, земнолюбивого, горделивого, боговраждебного, человека ненавистливого, любить, любить и любить, великий Божий, призри на намерение и утверди и соверши е, буди, буди». Христос, Сын Божий, Святейший Бог, не стыдится братью и нарицать и нас, грешников, а ты не стыдись называть братьями и сестрами, по крайней мере, бедных и незнатных, простых людей, родственников по плоти или неродственников, и не гордись пред ними, не презирай их, не стыдись их, не красней и не негодуй, когда они называют тебя братцем, ибо мы все действительно во Христе братья, все отрождены водою и духом, купили крещение и стали чадами Божьими, все нарицаемся христианами, все питаемся плотью и кровью Сына Божия, Спаса Мира. Мал всеми нами совершаются прочие таинства, все мы в молитве Господней молимся, Отче наш, и равно все называем Бога своим Отцом. Мы не знаем другого родства, кроме родства духовного. И вместе плотяногу, Всевысочайшего, Вечного, которое даровал нам Владыка Живота, Творец, обновитель нашего естества, Иисус Христос, ибо это одно родство есть истинное, святое, пребывающее, земное же родство лживо, нечисто, ибо во грехах родились мы и в беззакониях, и скверны все пред Богом, временно, тленно, как тленно плод и кровь наша. Итак, обращайся просто с человеками, как равны с равными, и ни пред кем не превозносись, а напротив смиряйся, ибо всяк возносящийся смирится, смиряющий же себя вознесется. Не говори, я образован, а он или она, нет, он или она, простой, необразованный мужик или мужичка, дара Божия тебе недостойному, не обращай в повод гордости, а к смирению, ибо кому дано много, с того много и взыщется, а кому дано мало, с того мало и спросит. Не говори, я благороден, а он низкого рода. Земное благородство без благородства веры и добродетели – пустое имя. Что в моем благородстве, когда я благороден, но такой же грешник, как и другие, или еще хуже? Святой Иоанн Кронштадтский призывал. Любить-то ближнего надо не по-своему, а по Божьему, то есть не по своей воле, а по Божьей. Наша воля – любить бы только любящих нас, а врагов или неприятных нам почему-либо людей презирать, ненавидеть, гнать. Но Бог хочет, чтобы мы их-то тем более любили, как больных, чтобы мы-то сами, как больные, самолюбием, гордостью, призорством и злобою врачевали себя любовью и смирением, прилагая этот всецелебный пластырь и на их сердечные раны. И исправляя духовные болезни других, отнюдь не надо быть высокомерным, а сдобляться или сердиться и выходить из себя и думать не о пользе ближнего, а о себе самом и служить своему самолюбию и вообще своим страстям. Любовь не раздражается легкомысленными или гордыми и высокомерными и злыми словами и поступками ближнего. Она долго терпит, милосердствует, не раздражается, не гадится, не мыслит зла, не ставит всякое слово в строку, а все прикрывает. Да то и ладно, ибо что покроешь неисхождением, то часто удобно проходит само собою. Итак, врачующему других надо быть самому здоровым, чтобы не сказали врачуемые. Врачу исцелися сам. Именно необходимо быть кротким, смиренным, незлобивым, долготерпеливым. Если врачуемый заметит, что ты сам зол и сердит, и не любишь его, то он внутренно будет презирать и ненавидеть тебя, и ничем ты на него не подействуешь. Ибо зло злом не справляется, а добром побеждай благим злое. Искорени наперед себе то, что хочешь искоренить других. Святой праведный Иоанн Кронштадтский часто в своих проповедях учил, что в Евангелии получаем мы наставление и заповедь Господа нашего Иисуса Христа. Как мы должны поступать с людьми в общежитии, чтобы нам и Богу и людям угодить, и себе приобрести доброе имя и незазорную совесть. Исподобиться обещанного, нетленного Отечества Небесного, за благоразумное поведение наше в Отечественном. Святой Иоанн отмечал, какие премудрые, возвышенные, спасительные, истинно божественные наставления и заповеди. Исетовал. Но так не согласна с ними ежедневная, обыденная жизнь наша. Он отмечал, Господь научает нас обращаться с людьми так, как мы желали бы, чтобы с нами обращались люди. То есть простосердечно, доброжелательно, сочувственно, терпеливо. Он мерил нам наших отношений к людям, поставил нас самих. А эта мера, этот масштаб, есть любовь. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Но в общежитии часто бывают напротив. Отношения людей друг к другу бывают весьма часто неправильные, превратные, не отличающиеся духом простоты и искренности. Любви и благорасположения, миролюбия, кротости и снисхождения, чистоты и святости, сочувствия и милосердия и христианского терпения. Они нередко отличаются духом искренности и двуличности, холодности и высокомерия, лукавства и недоброжелательства или нечистоты и сладострасти, низкого эгоизма и корыстности. Как внимательный пастырь и истинный сердцеведец, святой праведный Иоанн Кронштадтский всегда пытался понять проблему и помочь каждому, обращающемуся к нему за советом и помощью. И увещевал с назиданием, что корень или причина, источник такого или другого обращения людей, одних с другими, находится в сердце человека. Ибо благий человек от благаго сокровища сердца своего износит благая, и лукавый человек от лукавого сокровища сердца своего износит лукавая. И происходит или от природных его качеств, или от воспитания, счастливого или привратного, от различных страстей, наклонностей, привычек, например, к некоторым удовольствиям, от добрых или худых примеров, от жизненной обстановки, от большей или меньшей обеспеченности материальной, или от среды, в которой кто живет, от положения в обществе, от разных житейских уроков или искушений, от того, наконец, насколько кто проникнулся или не проникнулся Духом Христовым, Евангельским, Церковным. Так, в меренном отношении к другим у иных людей бывают простота и искренность, доброжелательство, любовь ко всем – это наилучшая сторона отношений одних к другим. Но нередко характером отношений одних к другим бывают хитрость, подозрительность, неприязнь, грубость, зависть, крайнее самолюбие, корысть, лицеприятие, суетность, тщеславие, честолюбие, сладострастие и крайнее высокоумие. То есть высокое о себе мнение, ищущее унизить других – это другой, противоположный первому виду отношений людских. Вообще говоря, между людьми больше можно приметить отношений друг к другу неискренних, чем чистосердечных, потому что все сердца заражены больше или меньше нечистотой греха. «Покрыты тлею страстей, ибо кто похвалится, чисто имейте сердце», – говорит Писание. «Так иных слова бывают мягкие, как елей, а между тем они стрелы язвительные». Святой Иоанн Кронштадтский считал, что по учению Спасителя нашего, мирой наших отношений к другим, должна быть правильная любовь наша к самим себе. «Как желаем, чтобы поступали с нами люди, так будем поступать и мы с ними». То есть просто, чистосердечно, кротко, любовью, неподозрительность, нисходительно, сочувственно, терпеливо. Сам Господь предлагает себя в образец нам, на который мы должны непрестанно взирать, и взирая, всегда поучаться. «Нудитесь от меня», – говорит он, – «ибо я кроток и смирен сердцем». Апостол Павел говорит, «старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Еще он научает, «любовь да будет непритворна, будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга, предупреждайте, в нуждах святых, то есть братья христиан, принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь радующимися и плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собою, невысокомудрствуйте, но последуйте смирением, смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но бегитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, не будь побежден злом, но побеждай зло добром, всякая душа добудет покорна высшим властям. «Каждому вопрошающему святой праведный Иоанн разъяснял то, что было непонятно. Если хочешь, — говорит, — войти в жизнь вечную, то соблюди заповеди. Какие? — спрашивает юноша. А Господь ему отвечает «Не убивай, не прелюбодействуй и прочее», как вы уже слышали. Немного слов, немного заповедей, а как они важны, потому что от исполнения их зависит жизнь вечная каждого из нас. Первое слово сказано «Не убивай». Под ним, разумеется, много других подобных повелений, а именно «Не обижай, не раздражайся, не вражуй, не гневайся, не дерись, не будь ненавистлив, всяк ненавидяй брата своего. Человека-убийца есть», — говорит апостол. «Не будь дерзок словом или рукой, не будь жестокосед к бедным и скуп, не томи непосильными трудами подручных твоих, спасай погибающих, если можешь, например, голодных, утопающих, сам себя не изнуляй, не пасильными трудами или не расстраивай своего здоровья страстями и пороками, не соблазняй других и не передавай дьяволу душ, искупленных бесценной кровью Господа Иисуса Христа». Вот сколь широкий смысл этой заповеди. Если отцу Иоанну жаловались, что когда нужно служить ближнему трудом или деньгами, или пищей, питьем, одеждой, жилищем, часто ознобляются и раздражаются на этого человека, а он им отвечал, что наоборот, как надо было бы радоваться, ибо любить его надо, как себя, но главное, что это делается ради Господа и с послушанием Ему. А что хочет у вас быть полей, будь всем раб, якожи и сын человеческий, не прийде, да послужит Ему, но да послужит. Врачующему душевные немощи других надо уврачевать наперед свои душевные недуги и страсти. А потом уже, когда любовь, кротость и смирение проникнут в душу, целит душевные немощи и страсти других. Или надо первее взять и взять бревно, гордыни и злобы из очесей сердца. Врачующему душевные немощи других надо уврачевать наперед свои душевные недуги и страсти. А потом уже, когда любовь, кротость и смирение проникнут в душу, целит душевные немощи и страсти других. Или надо первее изъять бревно, гордыни и злобы из очесе своего сердца, а потом вынимать сучец из очесе сердца другого. Христос, прииди в мир, грешники спасти. От них же первый есть им аз. Презирать его по плоти приходит Бог, то есть чрево, не гоняться за удовольствием чрева. Презирать блуд, гордость, злобу, зависть, леность, непослушание, татьбу, ложь, хулу и прочее. Праведный отец Иоанн делал особый акцент на молитву и страннопримство. Какое высокое достоинство, честь, счастье, молиться за людей, за это драгоценное стяжание и достояние Божие. С какой радостью, бодростью, усердием, любовью надо молиться Богу, Отцу. Богу, Отцу человека, о людях Его, купленных Его кровью, сына Его. Сие суть куплены Богу и Агнцу. Равно какое высокое счастье, даром по любви принимать в дом свой странных или своих родственников, особенно детей, не имеющих еще своей собственности. Которые не могли бы вознаградить своих благодетелей. Мы вместо родителей и как бы заменяем для них на время, но с какой радостью и душевным спокойствием и довольством надо это делать. И вот жизнь и труды святого праведного Иоанна Кронштадтского для нас являются особенно важными именно потому, что они говорят о той духовной жизни, которая протекала в условиях совершенно одинаковых с нашей теперешней. И, читая, познавая труды таких пастырей, иметь возможность научиться с любовью относиться к нашим ближним и посломам. Богу нашему слава всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Благодарим, отец Сергей за доклад. Тут много довольно-таки очень правильных святых мыслей. Немножко прокомментирую на первом слайде. Вот была цитата очень большая, которая начинала словами «Согрешил брат, а мы не жалеем». Как-то я уже приводил учение стихотцов, что происходит с человеком, который по своим страстям действует, который по научению дьявола оскорбляет другого человека, в частности нас, может быть, так получается. Знаете, когда человек по попущению Бога исполняет свои страсти и исполняет волю дьявола, то душа его чернеет. Через него бестелесный дух, через дух этого человека, через его душу, через его тело, через его уста, он проводит в этот Божий мир, мир земной, сотворенный Богом, свою бесовскую волю. И эта воля, эта энергия бесовская доходит до нас. Нам, конечно, это неприятно, когда нас оскорбляют, но святой Иоанн и утит, что мы должны жалеть брата. Хотя мы услышали свой адрес оскорбления или клевету, наветы, но это не грех, когда мы услышали свой адрес и клевету. А вот исполнять бесовскую волю – это грех. То есть в этом случае брат исполняет волю бесовскую и впадает в грех, отпадает от Бога, чернеет весь дух, и душа, и тело его покрывается чернотой такой духовной, и он отпадает от Бога. Вот о нем как раз нужно и жалеть. Кто бы он ни был, но если он против нас согрешает, искренне надо о нем жалеть, потому что радуется об этом только дьявол, и злобится на него тоже дьявол в то же время, потому что дьявол никого не любит. А мы, как и ангел-свынитель этого человека, должны плакать о нем, сожалеть и молиться о Богу, и знать, и даже как-то оправдывать его пред Богом. Господи, помоги этому человеку. Вот он на учении бесовского как-то так плохо поступил, и здесь, и там. Не ведая, что творит, прости грех, который он сотрил по отношению ко мне. Вот даруй ему исцеление, даруй ему покаяние. Но еще раз напомню, как ты его уже говорил, не всегда так надо говорить. Бывает, что человек исполняет волю Божию. Просто нам и это обидно слышать. Когда нас по делам ругают, в частности, начальство нам выговаривают тогда. Не надо говорить, что он не ведет, что творит. Но, напротив, в этом нужно увидеть волю Божию. А когда человек действительно не в себе, что-то на нас несет, то здесь надо простить и очень искренне за него помолиться. Это именно тот момент, когда мы и должны исполнить Евангелие. То есть о любви к своим врагам. Когда, в общем-то, нас хвалят или хотя бы к нам нейтрально относятся, даже, так сказать, и нет места исполнить Евангельскую заповедь. А ее надо исполнять. И своими страстями большими надо бороться посредством исполнения заповеди. Поэтому очень полезны для нашего спасения такие случаи. Это и есть случай исполнить Божию заповедь. Как-то был такой случай в одном из наших храмов. Я прохожу на трапезу. Там бабушка схлипывает, плачет. Я говорю, что у вас случилось? Вот она рассказывает. Вот этот человек на меня накричал, меня вот так вот так обозвал. Я говорю, ну, тогда радоваться надо. Она говорит, чему же радоваться? Я этого не делал, как он мне сказал. Я говорю, есть евангельская заповедь блаженства. Вот. Когда вас поносят, вот, рекутся к зол, зол глагол, на вы, жуще, меня ради. Что надо делать? Радоваться и веселиться. Ну, она действительно вспоминает, потому что во время литургии это поется заповеди. Вспоминает и вправду. Ну, со мной хотя бы теоретически согласилась, а потом как-то еще поговорили с ней, но она действительно так приободрилась. И вы знаете, настолько у нас в обычном нашем состоянии, скажем так, в бытовом, в бытовое время, когда, казалось бы, обычные дела происходят, вот это евангельское настроение, настроение святых, настроение православное, оно у нас улетучивается. И как-то мы живем, в общем-то, как и неверующие люди зачастую. Почему убежаемся? Даже мстим бывает. Тут хочется привести пример именно святого человека. Почему и надо читать «Життя святых» и «Желательно Отечественник», вот и «Древние святые» тоже. Есть такой великий святой, Макарий Великий. Он однажды жил около какого-то селения, а в этом селении была одна девица, она дружила с одним парубком. Тот просил отдать, ну, ее родители просили отдать замуж за него, они не согласились. Ну, и, тем не менее, эти молодые люди согрешили. Потом, через какое-то время, стало очевидно, что был грех. Девица забеременела. И вот, когда ее так наказывали и приказали сказать, кто это сделал, она, чтобы отвести подозрение от этого своего жениха, несостоявшегося, оговорила Макария Великого. Все удивились, как так. Она говорит, ну, вот я как-то была в тех местах, вот, значит, причинил насилие, вот, а вы его почитаете за святого. Ну, действительно, вся деревня, все село почитало его за святого человека, отшельника. Ну, тогда они, значит, научаемые дьяволом, побежали к нему, избивали страшно, потом привели в село, стали обличать неправильно и били. И потом говорят, что мы тебя не отпустим, пока ты не поклянешься, что будешь содержать теперь эту девицу. И пока за тебя кто-то не поручится. И тут же был и человек, который помогал реализовывать труды монашеские, то есть корзинки продавал, которые Макарий плел. И он говорит, я поручусь за Макария. И Макарий обещал, ну, буду обеспечивать тогда. Отпустили его в отшельническое жилище. И он говорит сам себе, ну, что, Макарий, надо тебе поусерднее трудиться. У тебя, оказывается, есть жена и дети. И стал в два раза больше делать корзинок, продавать. И все деньги отсылал ей. Сам проголодь жил. Ну, и был у всех в презрении. У всех в презрении. А затем, когда пришло время родить, эта девица не могла разродиться. И она стала кричать в покаянии уже. И говорит, я Гаврила, святого человека. На самом деле, вот этот юноша является отцом ребенка. Ну, и тогда все село пришло в покаяние. Стали плакать. И решили идти к Макарию прощения просить. Это услышал добрый человек, который продавал корзинки. Поспешил к Макарию. И говорит, радуйся, Макарий. Такое дело. Открылось, что это не ты виновен. И теперь все село, значит, тебя будут хвалить, славить. И просить прощения у тебя. И тогда Макарий ушел с этого места. То есть, когда его злословили, клеветали, позорили, он оставался на том месте и трудился. И бесчестье принимал по заповеди евангельской. А когда захотели прославлять его, ему это тяжело было, и он ушел. Вот зачастую, когда у нас, на нашем месте, где мы трудимся, служим, в общем-то, все хорошо, ну, или еще нас как-то почитают, уважают, то нам и комфортно. А вдруг, если какое-то искушение, смущение, ну, клевета какая-то, мы сразу хотим бежать, все оставить и бежать. И посмотрите разницу устроения святого человека, который живет по Евангелии, и наше устроение. Это, конечно, беда. То есть, на деле, то, что мы постоянно слышим на литургии, то, что мы читаем Евангелие, мы зачастую даже теоретически не согласны исполнять, не говоря уже о практике. Об этом надо задуматься, действительно, и в этом направлении трудиться, работать. Дальше говорит, говорит вот, что Иоанн Кроштадский, что мы сначала должны в себе искренне страсти, потом пытаться врачевать других людей. Но тут есть проблема, конечно. мы с вами действительно не исцеленные далеко люди и не подвязались в пустынях многие годы и не исцелили себе своей страсти еще, конечно. Но по послушанию мы приняли священный сан и эту обязанность участвовать в исцелении других людей. Как же быть здесь? Ну, действительно, хотя мы сами больны, но надо сейчас хотя бы начать себя исправлять, и из Божьей помощи с осознанием своей немощи, как апостол Петр говорит, со страхом Божиим будьте готовы дать ответ о вашем уповании. И не только уповании, а стараться, используя опыт святых отцов, мы должны по силам, пользуясь благодатью священства, которая у нас имеется, в сознании своего недостоинства, стараться помогать через тайство церковное, стараться помогать своей пастве. Но очень важно не забывать о том, что сами мы не исцелены еще. И ни в коем случае стараться не появлять страсти. Вот бывает, что-то раздражит батюшку, и он прям бывает, во время службы даже, или просто в храме начинает гневаться, кричать, раздражаться, выговаривать жестко людям. Конечно, это нельзя допускать. Надо понимать, что, да, люди согрешают, поскольку все больные, но гневом мы ничего не исправим. Гнев мужа правды Божьей не соделывает. То есть, через гнев не проходит воля Божия, благодать не проходит через гнев. Поэтому, ну, как мы говорили по лестнице, иногда надо строго сказать, но внутренне нельзя раздражаться. Внутренне надо молиться. Господи, молитвами этого человека, помилуй меня, грешного. То есть, внутренне смиряться перед этим человеком. Очень важно, чтобы не реализовывать в процессе своего служения свои страсти, потому что они возрастают потом, и когда мы их не реализовываем, они угасают. Если мы их проявляем, они уже все больше и больше возрастают, начинают нас мучить. Вот. Вот эта бабушка, которая плакала, она плакала от обиды. Это грех. Ну, так же, как и мы можем от обиды. печалиться, унывать. Это грех. А плакать надо только о своих грехах. Если что-то по нашей, по испорченности нашей, мы отпали от Бога, в чем-то согрешили, вот об этом и нужно плакать. А все, что к нам приходит от Бога, радоваться надо. Если приходит что-то через людей даже и бесовская воля проходит, вот, надо добром побеждать зло. принимать это как врачевание и самих людей нужно любить. Вот, ну, дай Бог нам помощи. Это, говорить легко, исполнять тяжеловато. Вот, но стараться все время усердствовать в этом направлении и призывать молитвенно Божью помощь, помощь святых и Божьей Матери, это необходимо. То есть, не удовлетворяться, что мы имеем сам, иначе мы спасены. Нет, нам очень много работать надо над собой и нам много дано и много с нас просятся. Вот, прошу ваши святых молитв, чтобы мне тоже Господь помогал исправлять свое сердце и чтобы мы творили только волю Божьей, как служители Бога. Отцы, дорогие, всем благодарю за внимание. Вот, прошу молитв, завтра улетаю в Душанбе, вот, и 30-го возвращаюсь сюда, даст Бог, все хорошо будет, вернемся. Вот, еще я попрошу на 5 минут задержаться только благочинных и отца Игоря Тихновецкого, будет вопрос такой организационный, 5 минут всего лишь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!